Итак, покидаем ненадолго Черногорию и переносимся из Черногории в Польшу. Было несколько запросов у нас в последнее время, в общем, запросов было много на проведение вебинара с компанией из Польши, но польский рынок, он безумно интересен, безумно интересен для граждан России, он, ну, скажем, например, в отличие от украинцев, он такой в большей степени терра-инкогнито по совершенно понятным причинам, к недвижимости, может быть, имеющим и меньшее отношение, скорее всего, к каким-то геополитическим историям. Павла, вижу, вот он уже добавился в участники, но главное понять теперь, что он к нам присоединился. А я пока, Павел добавляется, хотел бы проанонсировать наши следующие вебинары. Звук уже есть, сейчас еще, я думаю, и картиночка появится. Значит, мы завтра проводим вебинар по Болгарии. Павел, здравствуйте, видно слышно? Здравствуйте. Отлично, господи, микрофон-то у вас какой, буду завидовать всю жизнь. Приезжайте, я... Нет, ну все равно. Наши партнеры, они такой интересной штукой занимаются. Не буду там ни названия, никого рекламировать, но есть фэн-шуй, а есть васту. Вот, почитайте, погуглите, кому интересно. Почитаем, погуглим, это прекрасно. Дорогие друзья, значит, несколько слов о наших вебинарах дальнейших. Завтра мы проводим отдельный вебинар, посвященный недвижимости Болгарии и предложениям на Солнечном берегу. Предложениям на Солнечном берегу в Святом Власе. Вот, пожалуйста. А на вот короткой неделе, ну, короткая неделя, она с точки зрения российского законодательства, то есть она там будет проходить со среды по пятницу. Эта неделя у нас там будет целых два вебинара. Во-первых, 6 мая уже у нас будет вебинар-марафон, и мы отдельное приглашение сделаем на него, пока мы еще его официально не анонсировали. А вот еще один вебинар, который у нас будет, это будет совсем особая история, его, кстати, уже можно проанонсировать, 7 мая. Мы будем говорить о инвестициях с минимальным бюджетом и даже не в конкретные объекты недвижимости, а в доли. То есть там речь может идти, просто пока такой краткий анонс, мы будем говорить о возможностях инвестирования, там, 5, 10, 15, 20 тысяч евро. Как это можно делать, как это правильно делать с точки зрения законодательства европейских стран и какие здесь возможности есть. Так что, пожалуйста, регистрируйтесь, кому интересно. Ну, а теперь с удовольствием представляю Павел Ружицкий, руководитель Вроцлавского агентства недвижимости Оржич Люкс. Павел, здравствуйте. Здравствуйте всем. Ну, спасибо, правильно подметили, что Польша для большинства такая неизведанная земля. Вроцлав – это город, который тоже не все слышали, он находится. Ну, я слышал и знаю. Да, ну, спасибо вам хоть кто-то. Хоть кто-то находится ближе к Германии и к Чехии, чем к Варшаве. Ну, тут как бы Европейский Союз, оно все в одной куче. Вы недооцениваете, вы недооцениваете. Про Польшу на самом деле знают. Но давайте, поскольку мы о Польше все-таки, вот начиная со всех начала этих кризисных событий, ни разу не говорили, все-таки в двух словах буквально за одну минуту. Ваша эпидемиологическая ситуация и то, как вы сейчас решаете вопрос с точки зрения практической работы на рынке недвижимости. Эпидемия порядка 15 тысяч заболевших, порядка 600, к сожалению, умерших. Население около 40 миллионов, 39 с хвостиком. Достаточно ситуация, ну, по сравнению с другими странами, еще неплохо. Мы себя чувствуем. Жесткого карантина не было, стройки не останавливали. С прошлого понедельника у нас уже первый этап смягчения, всего их будет 4 этапа. Уже открыты магазины, в которые, ну, есть, исходя из количества там касс или площади, сколько-то человек может присутствовать в этих магазинах. Прямо, ну, на дверях написано. Если уже лимит, перелимит, то стоит очередь возле входа в магазин. Это 2-3 метра расстояния между людьми. Все ходят в масках. На Пасху, наверное, было. Вот Католическая Пасха, она была на неделю раньше нашей. Боялась правительства, что многие поедут там, ну, к родственникам, по домам. Может быть, это спровоцировать какой-то всплески. Были самые жесткие ограничения, там, вплоть до того, что закрыли кладбище. Вот мы этот период прошли. Прошло две недели, всплеска нету. И, ну, началось уже смягчение. Открытие границ, ну, наверное, самый больной такой вопрос. Ожидаем 3 мая. Перенесут или нет, мы не знаем. Ну, надеемся, что не перенесут. По крайней мере, авиарейсы уже начали продаваться в некоторые страны, начиная от 4-го числа. Отлично. Давайте теперь поговорим о польской недвижимости. Причем не только в точке зрения недвижимости, вот как в кризисной, да, вот в конкретной этот месяц. Из Польши, на самом деле, приходят же довольно обнадеживающие новости, вообще приятные новости с точки зрения экономического развития страны последние несколько лет. Значит, соответственно, вроде как рынок недвижимости должен быть такой живой, интересный. Но все-таки какие параметры характеризует сейчас рынок недвижимости Польши? По крайней мере, ну, по ситуации, там, на начало, на первый квартал 2020 года. Ну, вышла, вышла отчетность за первый квартал, она, ну, не отражает в полной мере этого кризиса, потому что карантин все-таки был с середины марта. Вот, если брать первый квартал, то продажи выросли, цены выросли. По окончанию марта предложений у застройщиков, введенных новых в продажу, меньше, чем люди купили квартир, причем, ну, значительно меньше. Уже, ну, нет свободных участков, что можно было застроить, то застроили. Более того, те дома, которые строятся, там, ну, по статистике, там, от 40 до 60 процентов квартир в них уже проданы. На стадии котлована? Не обязательно котлован, я, может, тогда уйду чуть в сторону, покупка на котловане ничего не дает, здесь с 2008 года работают такие аналоги скроу-счетов, они по-другому только называются, поэтому застройщику, ну, нет смысла, там, продавать заранее, дешево. Здесь причина такая, что не хватает жилья, катастрофически не хватает, там, по сравнению со средними, там, ставками, не ставками, а метражами по Евросоюзу. Мы там в самом хвосте, очень долго Польша была бедной, все 90-е, там, годы, начало 2000-х, пока не вошла в Евросоюз. Плачевная была ситуация, и сейчас, когда люди начали больше зарабатывать, конечно, они хотят жить, там, в другом жилье, другого качества. А законодательство строительное, оно, ну, не позволяет, там, где-то налепить дворы все, застроить, поэтому, ну, мало, мало предложений. Большой спрос на первичку. Цены растут не просто потому, что они растут, они растут пропорционально росту зарплат. Последние 10 лет зарплаты растут, там, 5-6-7% в год. Вот, примерно настолько же, может, там, 7-8-9% в год растет недвижимость. Что с кредитованием, что вообще, ну, с рынком недвижимости, с теми механизмами, которые определяют по... Отдельно вот про ситуацию, скажем, до, там, 1-го марта, и как это происходит, что сейчас происходит? Вот, кредиты, ну, 2-3-х покупаются, естественно, в кредит, в ипотечный, причем для иностранцев кредит без вида на жительство недоступен, а поэтому это в основном поляки. Ну, и вообще по статистике, там, все иностранцы, там, около 5, может, процентов, там, недвижимости покупают, в основном, это местный рынок. Вот, и кредиты были 30-35 лет, эффективная ставка была около, там, 4-4,5, в некоторых случаях 5% годовых, это уже с учетом, там, комиссий, страховок, вот, законодательство обязывает банк, ну, не прятать эту ставку, а высчитать, и чтобы видел потребителя финансовые услуги. Вот, сейчас Центробанк снизил 2 раза ставку, как раз в связи с кризисом, ставка была 1,5%, стало 1, потом, буквально, в следующей неделе, полпроцента, и эффективная ставка по кредиту, она, естественно, снизилась, потому что все, кто брал до этого кредит, там, 90, даже 99%, у всех ставка плавающая, сейчас стоит, там, маржа банка плюс вот эта вот, ну, стоимость межбанковского кредитования, которая снизилась. Банки сидят на деньгах, но есть и минус, они ужесточили критерии выдачи, по какому принципу, что некоторые банки подняли первоначальный взнос с 10% до 20%, и часть банков требует покрытия зарплаты, вот, того платежа по кредиту, немножко увеличили коэффициент. Ну, перестраховались, выдачи идут, у нас, ну, за апрель две сделки именно с использованием кредитных средств, одни те, что получали, там, по старым условиям, у них чуть выше ставка номинально была на выдачу, но оно ежемесячно все равно пересчитывается. Сделку, которую сейчас будем, ну, окончательно закрывать 4 мая, там уже ставка пониже, там, 3-6 получили. Скажите, пожалуйста, вот, если мы говорим о рынке Польши с точки зрения внутреннего спроса и внешнего, и вследствие этого вопроса, на чем, собственно, в Польше зарабатываешь? Ты зарабатываешь на росте цены сейчас, ты зарабатываешь на аренде, и если на аренде, то на какой? Все-таки, ну, Польша не главное туристическое направление Европы, прямо скажем. Да. Может, сейчас в этих, ну, в этой ситуации оно и плюс, что не главное, туристическое. Здесь внутренне спроса, здесь, ну, очень сильно развита университетская база, очень много, ну, соответственно, если есть образованное население, очень много компаний открывает офисы, это сильный сектор IT, сильная медицина, практически все там бэк-офисы там банков, ну, швейцарские банки, французские банки США просто целыми, не этажами, а офисными центрами снимают здесь по дэбэк-офис. Люди получают хорошую зарплату, соответственно, они могут себе позволить там либо купить это жилье в кредит, либо снимать дорого. Если экспаты приезжают, то снимают, потому что, ну, топ-менеджмент – это все-таки не поляки, это приезжие там немцев очень много. Вот, студенты, ну, свой сегмент, пока они учатся, они снимают что-то подешевле. Очень серьезный сектор такой, не высшего образования вузов, а еще и профессионально-технического обучения, как, не знаю, по аналогии, как ПТУ, но это считается престижно здесь учиться, получаешь профессию, идешь работать на завод. Причем человек, который работает на заводе, он может купить там квартиру в кредит, машину, он спокойно раз в год там ездит куда-то за границу, на море там отдохнуть. То есть здесь работать на заводе – это нормальный, средний класс. Вот, тоже бренды открывают там и Toyota, и Mercedes, и вот Ганза здесь двигателя, там сервис делает, и VG, ну, то есть Volvo, автобусы строят. То есть такое низкая безработица для каждого есть чем заниматься. Работа никто не останется. И сейчас еще одна причина, почему все ждут открытия границ, потому что очень много трудовых мигрантов, без которых тяжело вот этот вот такой менее оплачиваемый там уровень работы полностью заполнен рабочими местами. Ну, просто на Украину, скажем, часто говорят, что… Хорошо, давайте теперь перейдем к конкретным объектам недвижимости, что может быть интересно сейчас для человека, который хочет вложиться, но так, чтобы он через 5 месяцев не стал хвататься за голову, какой я был дурак, сейчас это в 10 раз дешевле, да, и чтобы он, вот способ заработка, который он может получить сейчас, никуда не делся в обозримой перспективе. И давайте я тогда ваше предложение сейчас покажу. Оно у нас… Это Болгария, а вот у нас Польша. Пожалуйста. По нашему мнению, лучший коммерческий объект – это коммерческое жилье. То есть здесь нет сезонности, и жилье сдается людям, которым просто негде жить, и его не хватает. Для понимания очень распространенным там видом жилья, там, особенно для студентов, либо для рабочих, это комната в многокомнатной квартире, где есть там общая кухня, общий санузел. Естественно, это жилье низкого качества, оно и стоит дешево, и, ну, будущего за этим сегментом мы не видим. Мы придумали такую тему, как микроквартиры, либо отдельно строятся здания специально уже там с разрешением на строительство, где они поделены на отдельные там юниты, либо это покупка больших квартир, которые можно легально разделить на несколько таких студий, которые сдавать в аренду. И заработок он идет с двух сторон. И на аренде получается неплохо, там, после выплаты всех налогов, всех затрат на управление с риском, там, возможных простоев, все равно получается больше, чем 5% в году. Ну, плюс рост самой недвижимости, он, ну, никуда там не девается, то есть растет зарплата. Более того, сейчас скажу такую смешную штуку, я сам не поверил, даже на нескольких сайтах пересмотрел, вот вышла статистика по занятости, конец марта, еще на конец апреля нету, интересно будет. Вот на конец марта безработица упала, средняя зарплата выросла, то есть нонсенс абсолютный. Конечно, в апрельской статистике, я ожидаю, этого уже не будет, но не будет поголовной безработицы, потому что в ту помощь, которую дает правительство компаниям, она дает очень, ну, скажем так, как бухгалтера там голову еще ломают, не так просто, давайте всем там по 1000 долларов раздадим и все. Там куча критериев, там по 100 страниц документы, и все сводится к тому, что тебе дают помощь, либо кредит, либо освобождают от налогов, и делают такие условия, что если ты уволишь работников, то либо размер этой помощи, либо сроки ее, они ухудшаются. И всяческим способом делается так, чтобы трудоустройство осталось, и работодателю даже было выгодно платить зарплату человеку, когда он абсолютно ничего не делает. То есть буквально на пальцах там 40% зарплаты ему компенсируют, соц. отчисления все зарплаты там поотменяли, в зависимости от падения выручки могут дать кредит, опять же, исходя из количества занятых людей там в порядке от 3 до 15 тысяч евро. Если ты в течение года никого не увольняешь, то 75% от кредита можно вообще не возвращать. То есть вот таких вот плюшек накидали, чтобы сохранить, удержать занятость. И негативный сценарий по безработице, если сейчас там 5,4, то самый-самый черный вариант – это 10% будет безработица. Ну, сооруженность 10, конечно, тоже немало, но в тем временем… Ну, понятно. Скажите, значит, еще разочек, давайте тогда поговорим реально об этой квартире. Я правильно услышал вас, что, во-первых, квартиру инвестор должен купить уже, просто он покупает уже поделенную ее на несколько юнитов, или это не совсем так? То есть это… Конкретно эта квартира, она не поделена. Она в виде, вот как девелопер отдал в эксплуатацию ее, она в таком виде есть. Дом сдан в эксплуатацию несколько месяцев назад. Вот есть… Ну, в чем прелесть? Первое – это то, что она подходит для легального разделения. Не все квартиры подходят. Это связано не только с канализационными этими стояками, но и с вентиляционными шахтами. Их должно быть там определенное количество, должен быть там диаметр. Потому что, ну, нормы, проекты не позволяют разделить все, что я хочу. Есть свои там архитектурные ограничения. Например, так, чтобы посмеяться, коридор, который остается общий, в нем должно быть место для разворота носилок. Если кому-то станет плохо и приехала скорая помощь для того, чтобы принесли там человека из квартиры, ему нужно эти носилки развернуть. Поэтому нюансов куча с архитектором. Мы сотрудничаем, они все это делают. И в этой квартире она и планирована для такого вот разделения на 4 студии. Более того, там было куплено 3 квартиры одинаковых, одна под другой. И две квартиры уже разделены и уже сдаются в аренду. А здесь сложилась личная ситуация у инвестора, когда ему необходимо сейчас ее продать. И поэтому в чем прелесть вот этого объекта, что он продает ее ниже той цены, которую выставил застройщик на 4 дом, который он там достраивает. И она в готовом доме, он продает дешевле, чем еще в строящемся объекте. — Подождите, Павел, ну вот вы сказали, вот там 137 500 делен на 72, получается чуть меньше 2000 евро за квадратный метр. Это все равно, ну цена не самая дешевая уж точно. — Не, не самая дешевая. Это очень хороший район. Район, хоть это не самый исторический центр, но для бизнес-аренды этот район, ну, можно спорить там, где лучше, где... Ну, не хуже, по крайней мере. Почему не хуже? Там хорошая транспортная развязка, и город развивается, у нас вот как-то так исторически сложилось, Вродслав развивается на запад. Вот там больше всего строится офисных центров, там, например, вот пару месяцев назад сдали в эксплуатацию офисный центр, 113 тысяч метров квадратных, там пешком 5-7 минут пройти. Кстати, Икея построила, я всегда думал, что Икея... Ну, да. Здесь Икея проинвестировала в офисный центр, он практически уже весь сдан в аренду, поэтому оттуда мы арендаторов тоже подтягиваем, там, одинокие люди, которым, ну, самое главное требование, чтобы был быстрый интернет. Вот это опт-ролок. Ну, да, россияне тоже, кстати, любят быстрый интернет. Скажите, кто арендатор в таком помещении, как вообще в Польше ищутся арендаторы? На этот объект хорошо, вот есть там 4 или на 3 квартиры, мы сейчас делим. Как быстро их найти и на сколько здесь... Найти их там в средний срок, там, 2-3 недели поиска после того, как закончился ремонт. Вот. А дальше, когда идет ротация арендаторов, то всегда за месяц до окончания договора аренды мы имеем право показывать эту квартиру там следующему арендатору. Часто мы туда на показы даже не ездим, чтобы не напрягать того человека, кто там живет, мы договариваемся, что он сам показывает и сам вместо себя куда-то там заселяет. Вот. Какой сегмент? Это студенты в первую очередь. Это специалисты молодые, которые вот только закончили вуз, но они, естественно, они не хотят уже там комнату снимать, там, жить с кем-то вместе, но они, ну, собирают деньги на первый взнос по ипотеке. Вот. У него может быть даже зарплата, но поляки очень такие прагматичные, расчетливые, поэтому собрать первый взнос на ипотеку и взять ипотеку – это выгоднее, чем всю жизнь снимать в аренду, потому что ставки дешевые. И вот эти молодые специалисты у нас даже чаще, чем студенты попадаются. Третья очень большая категория – это наши, которые, вот эти трудовые мигранты, в основном, конечно, из Украины. Вот. Они, если работают на заводе, завод предоставляет жилье, но оно откровенно низкого качества. И кто приезжает и, ну, не хочет там, либо приезжают парами работать, которые, ну, вот, они вообще хотят, чтобы у них все было отдельное. У них, вот, с их стороны, это спрос на такие вот небольшие студии, там, 15, 18, там, 20 метров квадратных и больше. Скажите, все платежи в Польше же и вообще весь рынок и вся страна, она живет не в евро, не в евро в зоне, а в зоне злотых. Таким образом это сказывается на текущей ситуации? То есть, как бы, в некоторых случаях, в период кризиса, там, своя валюта считается, в общем, не так уж и плохо, да? Как и что это для инвестора? То есть, как бы, и все проценты, о которых вы говорили, тоже же история со злотыми. Да, это все в злотых. И, ну, всегда две стороны, один плюс, один минус. Минус, что в любой кризисной ситуации злотый, конечно же, может проседать. С момента вхождения Евросоюз, вот с 2003 года, такие вот, обычно злотый там гуляет в коридоре, там, 4,2, 4,3 злотых необходимо заплатить за 1 евро. Очень сильно идет привязка к евро, потому что, ну, интегрирован Евросоюз, общее требование там выполняется по бюджету и все такое. Вот, и сейчас курс, он выше, чем 4,5. То есть, скачок, ну, приличный. И очень много мы запросов получили инвесторов на эту тему и вынуждены были проанализировать. Вот за всю историю такие скачки уже случались два раза. Один раз в кризис 2008 года, и один раз он был 4 или 5 лет назад, когда были выборы президента, и выиграл не тот, ну, ожидание... Не самый ожидаемый кандидат, да. Да, вот, и на вот этом вот всплеске там был этот кратковременный рост. И, ну, в обеих случаях этот курс возвращался там в течение месяца двух, там, максимум трех, ну, в нормальный свой коридор и продолжал в нем. Поэтому сейчас, на самом деле, вот, когда курс прыгнул выше, чем 4,5, это есть фактор коронавируса. А второй фактор у нас 10 мая – выборы президента. И как они будут, и будут ли они вообще этого, тоже мало кто знает. Поэтому сейчас курс такой вот выгодный для тех, кто хочет именно продать там евро-доллар и войти в злоты. Окей, Павел, но давайте тогда все-таки вернемся уже к кризисной ситуации. Она, тем не менее, есть. Какие, ну, ваши прогнозы, какие прогнозы рынка? Ну, вот на конкретном примере. Все-таки это пример единичный. И предложение это более недорогое, просто потому, что таких предложений мало. Оно от частного продавца. И вы сами сказали, что застройщик продает по совершенно другим ценам. Так вопрос, могут ли снижать цены застройщики? Будут ли они снижать? Будут ли на что-то падать цены? Или, вернее, давайте так, на что они будут падать? Какие здесь «е», какие здесь «если»? Застройщики, они не будут вынуждены снижать цены, но мы знаем, как от них этих скидок добиваться и когда. Вот когда, наверное, это ключевой момент. Потому что большинство застройщиков, они строят не на свои деньги и не на деньги от продажи квартир, потому что эти деньги заморожены, и он получит доступ к ним, когда сдаст дом в эксплуатацию. Поэтому перед началом стройки застройщик договаривается с банком о финансировании. И банк выставляет ряд критериев. Один из этих критериев – это объем продаж квартир должен быть там не менее чем. Столько там в квартал. В июне будет окончание второго квартала и полугодие. Это достаточно такая интересная дата, когда застройщики, с одной стороны, вынуждены для банка вот эти ковенанты, критерии выполнены. С другой стороны, часть девелоперов, их акции на бирже котируются, и там полугодовой отчет тоже часто очень важен для каких-то показателей. Поэтому мы массово покупаем. Самые большие у нас покупки всегда – это декабрь. Декабрь мы приходим, мы любим со всеми договариваться. Фактор нового года супер работает. Здесь накладывается фактор, сейчас будет полугодие, плюс вот этого кризиса. Можно идти общаться. По вторичному рынку это все-таки, ну, недвижимость она инертная. Вот сейчас, если я кого-то начну там в связи с коронавирусом там уговаривать на скидку, у меня это будет плохо получаться. Я вижу сегмент вот людей, которые сейчас готовы разговаривать. Это те, которые не получали банковское финансирование, а занимались недвижимостью именно такие спекуляционные сделки. Он что-то покупал, ремонтировал и рассчитывал на быструю продажу. И часто такие инвесторы-спекулянты, флипперы их называют, они пользовались капиталом не банковским, потому что банк больше, к сожалению, Центробанк не разрешает коммерческим банкам кредитовать жилую недвижимость для целей аренды. Всегда идет кредит для своих собственных целей. Поэтому кредит он дешевый, но получить его, вот если ты уже один взял, но второй достаточно проблематично. А когда ты флиппер, у тебя там 5-10 объектов, ты вынужден брать капитал у людей, там разные есть механизмы, но суть в чем, что ты берешь его более дорогой, ты его берешь на короткий срок. Вот эти короткие сроки, наверное, сейчас будут ключевым, когда к флипперам можно приходить и торговаться, потому что я понимаю, что ему нужно отдавать этот капитал. Он может там пообещать даже 10% годовых инвестору, который ему дал, ему нужно вернуть. А правильно ли я понимаю, что, значит, в данном случае речь идет скорее даже не о новостройках, а все-таки о именно неких реновированных объектах на вторичке? Или это не обязательно? Какой-то тип объекта? Так, вот есть часть, которая флиппует на новостройках, причем там тогда флипы идут с большими квартирами, там двух, трех, реже четырехкомнатные. Когда я купил, например, от девелопера, сделал ремонт и продаю, и я вижу целевым покупателем, это семью, которая берет ипотеку. И семье взять в ипотеку квартиру с ремонтом гораздо выгоднее экономически, чем взять ипотеку на не отремонтированную квартиру, а на ремонт брать другого вида кредит, он короткий и дорогой. Вот его по-другому считают. Поэтому вот это один сегмент флипперов, которая первичка. Есть флипперы, которые работают на вторичке, причем центр города это все-таки больше вторичка, здесь нет так много предложений. Это либо довоенное жилье, в Польше они называются каменицы из камня построенные, такие вот с высокими потолками, с барельефчиками, с фентиклюшками, оно красиво смотрится, но семьи там редко живут, это нет подземного паркинга, нет лифта, это исторический объект, молодежь там, кто там любит потусоваться, пожить в центре, это да. Под посуточную аренду очень много было вот таких вот объектов уходило. И может еще один сегмент, это те, которые флипуют какими-то домами или таунхаусами, но это достаточно небольшой сегмент, и там всегда был расчет на покупателей, на семью. Вот он, мне кажется, практически не пострадает, потому что дома, если квартира средний срок продажи считается нормальный, месяц-полтора, то дом можно продавать в год, ликвидность не очень высокая. Дома сдаются в аренду хорошо, вот сейчас дом снять в аренду, нереально просто, но продать дом тяжело. Такой короткий пример, вот я, у меня есть несколько домов, которые я сдаю в аренду, но они на окраине города, либо за городом, и они там в особом формате, это такой как хостел, долгосрочный. А сам дом я не покупал, в котором я живу, я его снимаю, потому что в том районе, где я живу, ну, цены такие, что вот соотношение цена покупки и доход от аренды, ну, то есть там выходит полтора-два процента годовых, что для Вроцлава, ну, нет смысла. Я лучше сейчас вложу эти деньги, буду получать 7-8, там, в хостелах, может, 10, а буду жить там в съемном доме. Понятно. Значит, ну, и давайте тогда уже, подводя некий итог, про перспективы ближайших месяцев более-менее понятно. Для инвестора, на ваш взгляд, который хочет сохранить, давайте не будем говорить, там, какие-то заработать особые деньги, но просто сохранить, это сейчас тоже задача вполне себе благородная. То есть вы видите ее именно все-таки в жилом сегменте, рассчитанном на долгосрочную аренду? Да. У нас в управлении всего лишь одна квартира была в краткосрочной аренде, причем мы сами не занимались. Мы отдали ее в суб-аренду в агентство, которое нам через пару дней в конце апреля возвращается. Срочно аренда, конечно, закрывается. И скажите, продолжайте. Долгосрочная аренда порядка 30 квартир сейчас в управлении, там, 99 процентов, там, ну, одна квартира сейчас стоит пустая, и то, я надеюсь, с 1 числа мы ее сдадим, просмотры идут, девочки показывают. Вот, по поводу сохранить, а не приумножить, у нас все-таки те запросы, которые приходят у нас заработать. Приумножить люди хотят, да? Да, да. Ну, 5 процентов, вы сказали, да? От аренды 5 процентов чистыми получается. Ну, если не делить на студии, может, получится там 3-4, если делить 5, может, 6-6,5. Это уже с учетом вот всего-всего и налогов в том числе. Здесь налоги низкие, на аренду 8,5 процентов только налог, а перепродавать квартиру можно через 5 лет, и налог тогда 0. То есть, если вот владел 5 лет и продал, неважно, по какой цене покупал, продаешь 0, официальный доход, пожалуйста. Вот, и, ну, мы ждем спрос осенью. Почему, почему осень? Вузы, ну, объективно, в этом году уже, ну, в учебном не откроются. Студенты у нас почти 20 процентов населения. И большинство этих студентов это приезжие. Поэтому сейчас спрос на аренду, он похуже. Трудовые мигранты сейчас, ну, надеемся, вот с открытием границы пойдут. Потому что объявлений о работе, что ищут работников, просто куча, катастрофа. Не хватает людей. Вот не хватает, то испугались украинцы, уехали к себе домой. Там сидят им, ну, сори, но им там никто никаких денег не дает. А здесь начинают придумывать разные программы. В автоматическом режиме, чтобы больше никто не уезжал, продлевают всем визы. Или кто там приехал по безвизу. Дают вот срок карантина плюс 30 дней. То есть, юридически очень простили. Второе, дают всем помощь, там, порядка 2000 злотых. Это там 400 евро, там, может, с хвостиком. Ну, тоже на дороге не валяются. И всяческими методами стараются, чтобы, ну, не уезжали трудовые мигранты. Потому что, ну, станет производство. Просто станет. Окей, Павел. Ну, и в заключении тогда вот вопрос от нашего зрителя, возможно, вашего коллеги, наверное, из Праги. Ну, понятно, что пражская недвижимость, она была таким очень специфическим образцом последние несколько лет. Очень высокие цены. Неплохая доходность для тех, кто вошел на стадии котлована, и в результате потом перепродал. Но теперь Польша, не продолжает ли она под пражский путь? Как долго вот эта история, когда цена и доходность очень неплохие, может продолжаться? И какие параметры здесь для инвестора, когда он должен сказать себе, стоп, ребят, вот ситуация переламывается? Да, ну, очень правильный вопрос, потому что, ну, растет, растет, причем, ну, растет 7, 8, 9 процентов в год. Уже от многих я слышал слово пузырь. Вот. И, ну, вынуждены не рассказывать, что все нормально, вот вынуждены показывать цифры. Ну, самая большая вот по графикам корреляция – это размер заработной платы и цена метра квадратного на этаже. Вот, причем мы взяли там лет за 15, посмотрели, и очень показатель 2008-2009 год, когда был кризис, и там прям график идет, зарплата, она как-то там поднимается, но цены растут вот, ну, намного более круче эта кривая. Потом, когда кризис, эта кривая возвращается, и, ну, 9-10 год, дальше идет рост, практически идентично размер зарплаты и цена метра квадратного. Вот она идет. Пока вот этот… Почему я начал, может, с какой зарплаты? Это для нас, ну, показатель номер один. Мы его отслеживаем, потому что, ну, чтобы понять, это пузырь или не пузырь. Ну, понятно. Пока поляки покупают, пока поляки покупают сами, все тьфу-тьфу, и пока у них есть… Прага, ну, сори, но она же завязана на туристах, и завязана очень сильно на покупателях из России. В Польше, ну… Даже не из России, а из Прага, сейчас, в принципе, завязаны ноль. Окей. Ну, и все-таки один еще вопрос хочу вам задать, уже в самом завершении. Для тех, кто хочет приобретать объект, и вы предлагаете истории, связанные с долгосрочной арендой, в любом случае хочется понимать, а какое арендное право, и как вообще все эти вопросы решаются. Больше здесь как Германия, или все-таки что-то попроще? То есть, чьи права защищаются? Мои права как собственника, буквально в двух словах. Закон о защите прав арендаторов, название говорит само за себя, там больше ста страниц. Права собственников защищены мало, но наши юристы абсолютно легально вписывают это через ассоциацию. Мы подтвердили такую фразу, что если человек задерживает оплату больше, чем на 10 дней, мы не идем по сложной процедуре его выселения, а он просто нам разрешает кого-то к нему подселять. И тьфу-тьфу ни разу до этого не доходило, но были случаи, когда пытались там очень хитрые арендаторы, ссылаясь на этот закон, сказать, ребята, ищите нам там вот эту по длинной процедуре, город должен за свой счет предоставить временное жилье, куда необходимо этого человека выселить, это длится несколько месяцев, и выселяйте. Окей, мы тебя выселять не будем, пункт такой договора, завтра к тебе приезжает там Микола и Иван, и будут с тобой вместе жить. Поверьте, все всегда решалось в лучшую сторону, и никакой закон мы не нарушаем. А ты Зинаида и не хочешь жить с Миколой и Иваном? Ну, может, кто-то наоборот обрадуется, но тоже так к вам, конечно, и встречаю. Ну что ж, дорогие друзья, Павел Ружицкий, руководитель Вроцеловского агентства недвижимости, Оржит Люкс, пожалуйста, контакты компании. Павел, спасибо огромное, о Польше говорим незаслуженно мало, обещаем говорить больше. Спасибо вам, здоровья и сил.